Лечение без таблеток и уколов. В детской поликлинике Каннска используют новые формы восстановления здоровья юных пациентов. Полетел самолет. Приземлится. Летит. Летит, летит, летит. Приземлится. Волонтеры преклонного возраста в Бородино. Какими премудростями приготовления блинов поделились пенсионеры. Теперь берем и аккуратно выливаем. В центр? Можно в центр. И чтобы растеклось, все ровненько по всем краям было. Подарок молодежи Лисосибирска. Новые возможности для освоения экстремальных видов спорта. Я думаю, это прям кайф кататься. Потому что все фигуры есть, можно прям научиться делать трюки и выступать на даже мировом уровне с таким скейт-парком. Это очень здорово. Депутаты провели выездную комиссию в Шеверах. В повестке были вопросы текущего содержания дорог, обустройства остановки, местной клуб и школа. Кроме депутатского десанта на другой берег Енисея высадились представители администрации и управления городского хозяйства. Осмотр детской игровой площадки по улице Центральная, 2. Ну и, конечно же, мы посмотрим, зайдем в школу номер 107. Дороги посмотрим обязательно. Школа в Шеверах малокомплектная. Ученики 5-9 классов ездят на занятия в село Чистоостровское, а в Шеверах всего два ученика младших классов, которые занимаются вместе. Кроме того, семеро детей в дошкольной группе. Само здание школы, по мнению депутатов, в удовлетворительном состоянии. Острая необходимость лишь в материально-технической базе. Из школы отправились в клуб, которому давно нужен капитальный ремонт. Протекает крыша, площадку мы видим, какая она. Необходима замена окон и дверей. То есть это те вещи, которые к капитальному ремонту относятся. И самостоятельно, конечно же, учреждение культуры справиться с этим не сможет. Нужна помощь. Острый вопрос для жителей поселка – это остановка. Они давно уже просят администрацию за то установить здесь крытый павильон. Дети ежедневно ждут здесь школьный автобус, который возит их в другой поселок. Кроме того, три раза в неделю проходит рейсовый автобус. Я хотел бы, чтобы администрация сейчас все-таки прислушалась к общему мнению жителей деревни, к моему личной просьбе о том, чтобы действительно эту остановку запланировать и сделать. Если не в этом году, то в следующем однозначно. По результатам выездной комиссии парламентарий планирует провести совещание при главе города и направить рекомендации администрации за то. Количество детей, нуждающихся в реабилитации, с каждым годом, к сожалению, только растет. Она необходима пациентам с поражениями нервной системы и нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата, а также детям, получившим травмы. Именно поэтому особое внимание в детской поликлинике Канска решили уделить восстановительной медицине и начали подготовку нового структурного подразделения – отделения профилактики. Полетел самолет. Приземлился. Летит. Летит, летит, летит. Приземлился. Для ребятишек теперь работают два зала восстановительной медицины. Новый оборудовали на месте бассейна, работу которого не удалось возобновить. Здесь с ребятами занимаются как индивидуально, так и в группах. Место больше, свободно стало. Дети идут с удовольствием занимаются. Очень нравится дополнительное занятие, когда дети переходят на тренажеры. Вот этот мальчик у меня с вальбусными стопами. Сначала я делаю самостоятельно разминочку, потом упражнения. Затем маленький пациент отправляется в сухой бассейн, где отлично развивается моторика, и на дополнительные тренажеры. Направление на подобного рода занятия Алена получила еще четыре года назад, когда сыну было всего полгода. Очень доволен результатом, учитывая то, что если раньше ножки у Артема были в разные стороны разведены, одна вправо, другая влево, то сейчас вы можете видеть, что вполне все нормально, хорошо, ходит отлично. Нравятся занятия и детям. Сюда они ходят без опаски, ведь в зале восстановительной медицины их лечат без таблеток и уколов. Ты здоровье получаешь? Здоровье, силу, да? Второй зал предназначен для пациентов помладше. Здесь более простые и легкие тренажеры, а также больше ярких красок, которые положительно сказываются на восприятии малышей. Добавим, после Нового года все отделение профилактики Каннской детской поликлиники планируют объединить на первом этаже. Здесь будут прививочные, медико-социальные и массажные кабинеты, спортивные залы и центр здоровья. 1 октября в Минусинске стартует пробная перепись населения. В общеобразовательных учреждениях города проводят тематические уроки. Школьникам рассказывают о необходимости сбора, изучения статистических данных, а также значимости проведения пробного исследования. Также ребят знакомят с историей переписей в России и новых технологиях, которые будут впервые применены во время ее проведения. В этом году помимо стандартных методов сбора информации, то есть заполнения бумажных анкет, впервые добавлена онлайн-перепись. Интернет-пользователям совершенно не обязательно будет лично общаться с переписчиком. Во-первых, перепись через интернет упрощает процедуру сбора сведения населения. Не у всех есть время принять переписчика дома или, может быть, как-то в отъезде находятся. Но имея гаджет, подтвержденную учетную запись через портал госуслуг, каждый может дойти и дать сведения о себе и о своих близких. Площадкой для онлайн-переписи станет единый портал государственных услуг. Любой гражданин, проживающий в Минусинске, а также житель Красноярского края, может зарегистрироваться на сайте самостоятельно, заполнить переписные бланки и поучаствовать в данном эксперименте. Пробная перепись населения продлится до 31 октября. Красноярский край переходит на цифровое телевещание. Это позволит увеличить количество каналов и улучшить качество передаваемого на экран изображения. Подготовка к этому процессу велась с 2009 года в рамках федеральной целевой программы развития телерадиовещания в России. С 2013 года на цифру перешел Краевой Центр. Теперь очередь всего региона. Для тех, кто уже смотрит кабельное или спутниковое ТВ, ничего не изменится. А вот обладателям старых телевизоров придется купить специальную цифровую приставку. Желательно позаботиться об этом заранее. Мощи и икону преподобно-мучениц великой княгини Елизаветы и инокини Варвары привезли в Красноярск. Прикоснуться к святыням православные смогут в Покровском кафедральном соборе сегодня и завтра. Затем их можно будет увидеть в храме Иоанна Предтечи и в Академгородке. В краевую столицу иконы привозят в рамках масштабной духовно-просветительской экспедиции по регионам России и Казахстана. Она началась в июле этого года. Святыни уже побывали на Урале и в нескольких городах Сибири. А после Красноярска отправятся в Забайкалье и на Дальний Восток. Свободный балет Валерия Терешкина начал гастрольный тур по южным районам Красноярского края. Артисты выступят в селах Шушенское и Краснотуранское, а также в Минусинском драматическом театре. В программе гастрольного тура также заявлен концерт в Абакане. В районы края артисты привезли яркую программу, куда вошли спектакль «Философия инстинкта» и фрагменты лучших постановок Валерия Терешкина. Здесь даже у мастер-классов говорящие названия. В гостях у бабушки. Вот уже не первый год бородинские пенсионеры учат детей гастрономическим премудростям. Сегодня, например, все вместе готовят блины. Интересно учить маленьких. Да и пенсионеры же. Надо чем-то заниматься. Вот и ходим, и в университет ходим, и в гостях у бабушки. Везде ходим. Почти все серебряные волонтеры – слушатели Народного университета. Именно там родилась идея создать добровольческое движение пенсионеров. Теперь они и студенты, и помощники, и наставники. «Скажу честно, моя супруга очень любит блины, но я их не умею готовить. Скажите, вот в чем главный секрет? Как сделать так, чтобы блин получился ровный и красивый? Ну, нужно завести сначала тесто. Тесто умеете заводить? Тесто умеет заводить. Тесто завели. Теперь, значит, нагреваем сковородку, чтобы она была горячая. Можно ее немножко смазать паслицем. Сковородка нагрелась. Теперь берем и аккуратно выливаем. В центр? Можно в центр. Так. И чтобы растеклось все ровненько по всем краям было. Вот так. Все. И ждем». Со временем оказалось, что не только пенсионеры могут чему-то научить молодежь, но и наоборот. Абсолютный фурор у серебряных волонтеров вызвала традиционная японская кухня, с которой их познакомили дети. «Они научились истряпать блины и делать вареники с вишней. И в свою очередь молодые люди научили наших бабушек крутить суши, что тоже оказалось очень для бабушек интересно». С блинами, конечно, оказалось все гораздо проще. Готовить тесто и разливать его по сковородам ребята научились буквально за один час. «Заливаешь на сковородку тесто такое жидкое, потом ставишь в печь, несколько минут подождал, переворачиваешь, тоже несколько минут подождал, а потом на тарелку и все». Из блинов ребята сделали целый слоеный торт с клубникой, бананами и киви. Угощение пришлось по вкусу всем, от мала до велика. Серебряные волонтеры говорят, в следующий раз попробуют приготовить с ребятами что-нибудь более изысканное. Открытие модернизированного скейт-парка – это большое событие для лесосибирцев. Ведь любителей экстремальных видов спорта в нашем городе немало. Теперь тем, кто предпочитает агрессивные ролики, скейтборды, BMX и паркур, есть где разгуляться. «Мы поставили три новых горки. Вот, вон там у нас мини-рампа стоит. Здесь у нас скат со ступенькой и фан-бокс небольшой. Заменили покрытие на старых горках, чтобы ребятам было удобнее и уютнее кататься здесь». На целый день лесосибирский скейт-парк стал местом экстрима и невероятных эмоций. На открытие модернизированной площадки приехали мастера спорта международного класса, призеры и чемпионы мира. То есть те, кто просто не может жить без адреналина. «Ребятам, я думаю, что это вообще просто максимально круто. Я думаю, это прям кайф кататься. Потому что все фигуры есть, можно прям научиться делать трюки и выступать на даже мировом уровне с таким скейт-парком. Это очень здорово». «Благодаря администрации города, благодаря руководителям молодежного центра, плюс нашему штабу экстремальных направлений, вы сами видите, какой прекрасный здесь парк. И честно могу сказать, что не каждый муниципалитет может похвастаться таким парком». Рамиль Фархуддинов – один из лесосибирских экстремалов. БМХ-ом он занимается 4 года. Тренироваться начал в этом скейт-парке. А сейчас переехал в Красноярск и продолжает там покорять новые экстремальные вершины. Пропустить открытие обновленной площадки он не смог. «Этот парк для меня родной. Я здесь учился кататься. Я очень рад, что он вот так вот обновился. Стал намного интереснее. Я очень рад». Для всех желающих опытные экстремалы провели мастер-классы. Одних они научили азам, а другим показали более сложные элементы.